И всем привет, ребят, с вами Мстер Банк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас четверг, сегодня у нас обзор вышедших обнов, которые уже завтра появятся у нас в игре. Есть у нас новый ивент, есть у нас пост с новым диктатором HD, но он уже был, я так понимаю, вчера, да, полноценно вчера он был. И есть очень большой, ну, наверное, не супербольшой, но большой, большой, пусть будет большой список обновлений, по которому мы сегодня тоже пройдемся. Начинаем с диктатора HD, здесь все предельно просто, появляется просто новый вид диктатора при не имеющихся скинах, и я вам скажу, что он выглядит довольно-таки интересно и довольно-таки неплохо. Вот по сравнению с, например, диктатором HD, мне этот диктатор нравится куда больше, и я считаю, что такой скин будет пользоваться спросом, да, и если у вас, например, нету диктатора Legacy, то вы сможете на нем полноценно играть. Дальше у нас информация по новому ивенту. Ивент начинается с завтрашнего дня по воскресенье, и здесь есть как специальные миссии, как специальный режим, как ультраконтейнеры с новым предметом, так и дополнительные еще спецпаки. Ивент, как я уже сказал, всего лишь будет на протяжении трех дней, а именно завтра, пятница, суббота и воскресенье. Праздничный режим с режимом контроля точек на картах холм, ферма и арена. Не знаю, что там на холме будет с точками, потому что мне кажется, что там только одна, наверное, на центре должна быть, по идее. Но интересно, в общем, будет посмотреть, как на воспожиге на холме можно будет играть. Но что касаемо фермы и арены, то это хорошая карта, для воспожиги отлично подходит, там не будет, я так понимаю, ничего. Только вот единственное, если там нулевой урон, если там нету нулевого урона, то это будет супер круто. И группы включены, это тоже хорошо. Поэтому можно будет зайти, потестить, покатать. В ультраконтейнерах появляется новое устройство для грома снаряда шума. Могу сразу сказать, что это гром, который критическим уроном, ой нет, любым обычным уроном будет наносить подавление. И, в принципе, наверное, это интересное устройство, которое, я думаю, что мы даже вместе с вами затестируем. Но тест, наверное, выйдет не завтра, а послезавтра. А может и завтра, не знаю, посмотрим, как у меня получится. Специальной миссией в сумме можно заформить 12 ультраконтейнеров, даже не 12, 14 ультраконтейнеров. И раз, два, три, четыре, пять. Пять обычных контов, плюс появление новых миссий, где надо нанести 30 критических попаданий в любых матчмейкинговых битвах. Задания простые, но такие уже будут появляться с завтрашнего дня. И все это неспроста. Чуть-чуть позже, когда перейдем в списку обновлений, я вам расскажу, почему. Специальные миссии, 150 ультраконтов с диктатором иммунитетом от пробития, две ядерки. Считаю, что если это устройство будет продаваться за 20, то оно слабое. Скин-контейнер, спецпак, который, скорее всего, будет тоже стоить супердорого. И это, ну, наверное, не та стоимость скин-контейнеров. Все же можно просто купить танкофонда, спецуху за 990 танкоинов и уже получить этот скин-контейнер. И плюс кучу дополнительных призов. Ну и спецпредложения с 20 обычными контейнерами, 15 недельными и 20 ультраконтами. Не знаю тоже, сколько оно будет стоить, но тоже такие, короче, в этот раз у нас спорные, спорные, довольно спорные спецпаки. Ну и понятное дело, что пятница, суббота, воскресенье, повышенный опыт и фанды в игре. В общем, дефолтный ультра-уикенд, но называется он Focus Focus. Начали разработчики экспериментировать с названиями. Focus Focus, наверное, связан из-за специального, ой, не специального, а праздничного режима. Да, то есть, спецрежимчик. Посмотрим, посмотрим, что будет. По списку обновлений здесь самая главная новость. Это то, что у нас уже с завтрашнего дня увеличивается время существования трупа. И это около где-то 5 секунд. Плюс отрывается башня. Обнова, с которой я не согласен. И которую я считаю, наверное, не нужной в сегодняшний день. Почему, расскажу попозже в отдельном видосе. Но уже завтра она выходит на основные сервера. Дальше, как я уже сказал, гром с подавой, который наносит 3 секунды подавления. В стандартные контейнеры добавлены устройства на огнемет. Магнитная, парализующая, токсичная и подавляющая смесь. То есть, со всеми статус-эффектами. Добавлен мегаголд с 10 тысяч кристаллами. Это будет редкий золотой ящик, который будет падать в матчмейкиных боях. И я так понимаю, что третий такой ящик можно только тогда, когда в игре активен дисконт уикенд. Или другой долговременный ивент. То есть, на ивентах только это будет работать. Механизм отрыва башни, как я уже сказал, добавлен. Изменная цвета, индикация. Карта плато, возвращенная дневная версия. Это мы уже, в принципе, видели даже до этого. Добавлены ночные карты. Ну и что тут еще у нас интересно? Так, про труп я сказал. На молот полноценно занерфлены все устройства. И шанс критического урона тоже снижен с 12 до 10%. Не знаю, зачем так жестко нерфить молота. Я бы не сказал, что он так жестко нагибает в матчмейкинговых боях. Гиперскоростные снаряды уменьшили дальность минимального поражения. С минус 50 до минус 25. И скорость снаряда повышена. То есть, по сути, это устройство еще станет поинтереснее смотреться. Гаусс увеличили скорость снаряда и силу отдачи уменьшили. Небольшое изменение, которое, ну, в плюс для Гаусса, но его чувствовать, я думаю, что вы не будете. Возвращен межкомандный чат для переключения в таб. То есть, чат наконец-таки вернули. И добавлено в игру новый тип урона. Хаус урон. Это урон, который не снижается защитой и не повышается усилителями за счет урона под овердрайвами Васпа, Хоппера, Крусейдера, Хантера, Ореса, Мамонта, дрона-подрывник и метеорита с золотым ящиком. То есть, вас не будет спасать ни дрон, ни дополнительная ваша никакая любая броня. И вы будете получать полноценный урон. То есть, будет интереснее работать. Единственное, вот с критом бы диктатора бы еще тоже что-то бы сделали. То есть, чтобы от броника он бы не защищался, было бы тоже прикольно. Так, Хаус урон отображается отдельным значком. Исправленная ошибка, из-за которой на некоторых партнерах было недоступно создание групп для матчмейкинга. По кнопке играть в лобби игры, выбор режимов теперь сделан отдельной кнопкой. В пробитвах добавлена автопрокрутка в списке и списке тем. Короче, такие изменения и исправления, которые даже особо сильны и незаметны. Ну и за исключением там группы, когда там багало. Это да. Шаг расчета угла автоматического горизонта наведения для мобильного управления тоже изменен. Флаги в бою обновлены, теперь они с новым логотипом. С новым логотипом, я так понимаю... А, новым логотипом игры. А, все, понял. Я думал, что ивента. Как-то так, друзья. Но насчет повышенной смерти. То есть 5 секунд, когда ваш танк будет лежать и отрыва башни. Это очень спорная обнова, которая может вызвать очень большое количество хейта. И, как я уже сказал, в будущем я по этому поводу расскажу. Но, а что касаемо ивента, здесь, наверное, все дефолтно. Ничего такого сверхъестественного я в этом не увидел. Воспожигу будет интересно поиграть. Ну и гром, если хотите. В ближайшее время постараюсь тоже записать, затестить и показать. Пишите, что вы думаете по этому всему поводу. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках нашей игры. В аккаунте Кима Личный. Так это так, темп, устанавливайте его. Поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танков. И на вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.